На том же месте, что и всегда, зимой и летом жителей района встречает стихийная свалка на проспекте Текстильщиков. Она здесь с незапамятных времен и регулярно пополняется. Когда-то в этом месте был установлен контейнер, его давно уже нет, а привычка выбрасывать мусор сюда у местных осталась. В среду утром на проспект Текстильщиков приехал мэр Владимир Шарыпов, чтобы лично разобраться, что делать с отхожим местом. Ситуация не единичная. Таких мусорных островов в городе много. И необходимо комплексное решение. Оно назрело еще в прошлом году, а сейчас его обкатывают. Сейчас ГЖИ, Роспотребнадзор, мы как муниципальный жилищный контроль будем вместе с управляющими компаниями определять места, где должны быть контейнерные площадки, так чтобы они были удобные жители. Управляющие компании должны будут их содержать. Соответственно, они у нас должны быть включены в схему. Места сбора ТКО закрепят за конкретным юридическим лицом. Так проще будет найти виноватых. Управляющие компании некоторые хотят просто сэкономить средства, которые они с жителей уже собрали. И считают, что формальный подход, на который они все время ссылаются, что это не их территория, конечно, не выдерживает никакой критики. И мы понимаем, что если человек по пути на остановку должен выбросить пакет накопившегося мусора, конечно, он его выбросит там, где он считает, должна стоять контейнерная площадка. Пока сотрудники управляшек к стихийным свалкам отношения иметь не хотят. Территория городская, да, вот это вот, где мы с вами находимся. И по новому регламенту жители должны эту контейнерную площадку принять в состав общего имущества. Конечно, жители вот этого дома, текстильщиков 74, никогда в жизни не проголосуют. Ну, по моему мнению, можно, конечно, попробовать, чтобы площадка для всего микрорайона находилась под их конкретными окнами. Но больше сказать, это не наша земля, у них не получится. Мэрия узаконит правила игры, разработает схему размещения и будет выделять земли по упрощенной системе с обязательным условием для арендаторов содержать ее в надлежащем состоянии. Что если гражданин выходит утром домой на работу и берет с собой мусорный пакет и идет к остановке общественного транспорта, он не должен возвращаться там 300-400 метров в обратную сторону, выбросить пакет. То есть, вот эту всю логистику нужно отработать, отследить и там, где люди не жалуются, оставить эти места, которые сегодня есть, а там, где есть жалобы, в них разобраться конкретно, системно и сделать там, где это будет людям удобно. За неисполнение санкции идея закрепить места сбора отходов нашла отклик и у губернатора. В течение этого года будет проведена инвентаризация площадок. Их, по предварительным данным, в Иванове полторы тысячи. И налажена работа. Те управляющие компании, которые не хотят нормально осуществлять управление жилыми домами, включая сбор и вывоз твердых коммунальных отходов и бытовых отходов, они на этом рынке работать больше не будут. Какие штрафы мы будем применять, это мы разберемся и, собственно, у нас план действий уже в этом отношении намечен. Пока участок не оформлен, свалку приходится убирать мэрии за счет средств бюджета. А это существенная статья расходов. На уборку таких помоек по требованию ежегодно расходуют 16 миллионов из без того скудной городской казны.